1 июня – Международный день защиты детей. Особенно радостно от того, что это еще и первый день лета. А лето для детей – это каникулы, это отдых. Именно в летнее время чаще случается, что подростки принадлежат сами себе, а из этого зачастую вытекает множество негативных последствий. В связи с этим в праздничный день защиты детей сотрудники провели пресс-конференцию в отделе внутренних дел по Артемовскому району, где обсуждались проблемы роста подростковой преступности и способы того, как родители могут и должны обезопасить своих детей. На территории Артемского городского округа несовершеннолетними совершено 21 преступление. По сравнению с предыдущим годом, это рост составил 110%. В совершении преступлений приняли участие 20 подростков в 2011 году – 2013. Значит, преступления совершаются у нас в группах. Три преступления совершено в группах несовершеннолетних, где участвовали только одни несовершеннолетние. И 8 преступлений совершено в смешанных группах. Это где с несовершеннолетними участвуют взрослые лица. Подростки часто собираются в группы, а преступления совершаются ими под воздействием алкоголя. А преступления далеко не безобидные. Основные преступления, значит, у нас совершены – это кражи, угоны, нанесение телесных повреждений. Также у нас совершено групповое преступление по статье 111 – это нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшей смерть, где подростки совместно со взрослым совершили преступление, предусмотренное статьей 111, частью 4, где потерпевший погиб. Значит, подростки осуждены и находятся в местах лишения свободы. Значит, и я еще могу сказать анализ оперативной остановки по месту совершения. Значит, два преступления у нас совершены в селе Покровском, пять преступлений в районе станции, восемь преступлений в районе города, одно преступление в Лебедкино, два преступления в поселке Буланаш и два преступления совершены в районе Лесной. Значит, со всеми подростками, состоящими на учете, у нас проводится профилактическая работа. И инспектора ПДН выходят по месту жительства подростков. Также мы беседуем практически каждую неделю с каждым подростком, предупреждаем о недопустимости совершений повторной преступности, повторных преступлений, повторных административных правонарушений. Но самая главная задача у нас – это то, что родители не в полной мере осуществляют контроль за своими детьми. Вот это самая главная у нас проблема. Потому что иногда мы детей доставляем в вечернее, ночное время, и родители даже, ну, как бы это считается в норме, что ребенка нету дома в 11 часов, в 12 часов ночи, что ночью дети гуляют. То есть контроля со стороны родителей, контроль со стороны родителей отсутствует. Вот это нас пугает. Безусловно, полиция сделает все возможное. Но сотрудники просто не в силах быть в разных местах одновременно и за всеми следить. Стоит понимать, что за своего ребенка ответственность несут только его родители. У нас на территории Артемовского городского округа и по всей Свердловской области действует комендантский час. Я хочу напомнить, что дети до 16-летнего возраста на улице должны находиться до 23 часов. Значит, кто после 23 часов, мы выявляем, если несовершеннолетних, находящихся на улице, без надзора взрослых, на законных представителей. Законных представителей мы привлекаем к административной ответственности по 73-му оплосному закону, где минимальный штраф родителям предусмотрен, минимальный штраф 1000 рублей. Жизнь несовершеннолетних, здоровье, которое будет зависеть в летний период не только от сотрудников полиции, которые будут выявлять правонарушения терринговой, но и зависит в первую очередь от самих родителей. Значит, как родители относятся к своим детям, как они заботятся о их здоровье, так и будет жизнь в зависимости в дальнейшем от них. То есть будет совершено в отношении несовершеннолетнего какого-то либо преступления, либо правонарушения, или оно не будет. То есть чем больше родители заботятся о состоянии своих детей, тем оно лучше.